Вот уже третий раз вы слышите мой голос в так скажем неформальной обстановке, где мы просто болтаем. Судя по положительным отзывам, это была неплохая идея запилить такую рубрику, так что незамедлительно продолжаем. И сразу же небольшое отступление, оно касается частоты выхода роликов. Значит так, у меня сейчас на работе довольно сложная ситуация, когда она разрешится, я расскажу об этом поподробнее. И пока есть проблемки, которые требуют времени на их решение. Это собственно основная причина, почему ролики стали выходить реже. Теперь давайте приступим к ответам на вопросы. Открывает ленту вопросов опять же Стас Гуськов. Будет ли еще Дейзи? Конечно будет, но попозже. Максим Плей спрашивает, есть ли у тебя хейтеры и сколько твоей жене, видимо лет. И детям, если не секрет, и будешь ли продолжать сложный выбор. Новомодным словом хейтеры я не пользуюсь, но да, конечно они есть. Много раз уже писали мне всякую херню под роликами. Особенно их всплеск был, когда мы играли в раз, тогда стоило только кого-то убить, как он сразу же бежал ко мне на канал и начинал срать в комментариях. Все они покоятся с миром в черном листе. Совсем недавно был случай после релиза видосов про отряд. Тритон может вы видали в комментариях. Короче, бывают периодически такие персонажи, но у меня разговор короткий. Если человек сразу начинает нести херню, то говорить с ним это пустая трата времени. Окей, с этим разобрались. Жене моей 23 года, мелкому нашему годик. Это не секрет, но и подробнее рассказывать о семье в будущем я не планирую. Теперь, что касается сложного выбора. Как вы понимаете, сложный выбор не только сложный в названии, но и сука в производстве. Поэтому было принято решение пока проект заморозить на неопределенный срок из-за его нерентабельности. Статистика показала, что это дело людям, конечно, нравится, но не настолько, чтобы пилить его постоянно. Возможно, позже продолжим эту историю, но пока в планах ее нет. Калибр 7.62 предлагает пройти Сталкера. Да, пройду, но когда аудитория будет соразмерна в время затрата на его прохождение. Едем дальше. Канал Рейла спрашивает, нравится ли тебе игра Life is Feudal? Если да, то жду видос. Я в нее не играл, но смотрел обзоры. Интересная фиговина, как будет возможность, обязательно попробую, посмотрю. Арсений Павлович пишет, в стратегии типа Total War играть не будешь? Пока нет, вы поймите, такого типа стратегии я уважаю, но не люблю, из-за пошаговой механики игры. Конечно, в Total War прекрасные сражения в реальном времени, но основной геймплей мало чем отличается от цивилизации. Продолжение темы пошаговых стратегий MustFast пишет, Я думал, ты мой коммент типа пилицивку вставишь и заорешь, не буду ее пилить, но я тебе уже все на это ответил, и орать я не люблю. Константин Ермолаев. Из всех игровых и околоигровых каналов смотрю только тебя и Беляша, все остальные однотипные, что аж жесть. Спасибо Костя, не знаю честно кто такой Беляш, но вангую чувак нормальный. Golden Cap. Римпак. Третий сезон Раста и второй сезон Фореста выйдут? Конечно, на Форест я вообще возлагаю огромные надежды. Что касается Раста, то пока он сильно не обновится, делать его... Это повторять прошлые сезоны. Андрей Корчагин. Римпак. Спасибо за видео. После тяжелого дня под чаек самое оно. Хотел бы извиниться за один мой комментарий к одному из роликов по ГТО онлайн. Тогда не разобрался в вопросе и сморозил херню. И еще давно есть один вопрос. Как-то заглянул на социал блейд твоего канала и увидел, что в феврале был дикий прирост подписчиков, а потом такой же дикий отток. Просто интересно, что же случилось? Андрей, тебе спасибо, что смотришь. По поводу херни не парься, а вот по поводу социал блейда и неадекватных показателей отвечу поподробнее. Короче, был у меня, значит, один зарезеленный, наверное, сейчас есть, который решил помочь развитию канала. И как я уже потом узнал, нагнал мне на канал почти 2000 ботов, которые благополучно были забанены Ютубом спустя сутки. Или же сами отвалились. Я в этом деле не разбирался. Объясняю. Человек без всяких там задних мыслей заказал пиар. Решил, так сказать, помочь каналу. На каком-то сайте по накрутке. Видимо, он об этом не знал, и вот что произошло. На канал начали просто валом пребывать подписчики. Я было обрадовался, но потом, судя по мертвой статистике просмотров, понял, в чем проблема. На следующий день хотел уже в гугл написать, чтобы поудаляли их нахер, но благо, либо они сами отвалились, либо гугл работает быстрее, чем я пишу. Такая вот душесчипательная история. Вячеслав Царегородцев. Что за игра на фоне? Это Battlefield 4, чувак. Альф. Было очень интересно. Спасибо, Овер. Чес номер 13. Не-не-не, Дэвид Блэйн. Не вздумай менять стиль. Все офигенно. Максимум инфы за минимум времени. It's good. Полностью с тобой согласен. Жму руку. Артур. О, я ж вздрогнул, когда себя увидел. Вздрогни еще. Роман Ермак. В чем дело тот выпуск новостей и в чем монтируешь? А за Академика плюс. Если ты про те мешки мусорные, то я работаю практически во всех программах, связанных с графикой, тем или иным образом. Если разбирать конкретно тот случай. Мешки были смоделированы в 3D Max, динамика считалась тоже в Maxi-композил. Я все это дело в нюке, а давил шумы в After Effects. Вот такая вот цепочка. Валд Бой пишет. Привет, Римпак. На какое устройство пишешь звук? Качество шикарное. Какое количество подписчиков ты хочешь достичь на данный момент? Будешь ли делать видео от 2000 подписчиков? Удачи. Спасибо. Звук я пишу на рекордер Zoom H4N. По поводу видео про 2000 подписчиков. Вот оно, чувак. Терпение. Отс Конал пишет. Давно хотел спросить, будут ли проекты по Арма 3, очень понравилось твое обучение. Продолжай в том же духе. Спасибо, Конал. Арма 3 стоит давно на повестке дня, но пока... Руки не дошли. Будет. Святослав Романов. Как тебя зовут и можно ли делать нарезки из других игр, а не только из одной? Меня зовут Кирилл. Нарезки делать можно, но это неэффективно. Вас не должно отвлекать видео, вы должны слушать мой голос. По крайней мере, по задумке. Видео это просто наполнение, чтобы было нескучно смотреть. Скорее всего, я так сделать не буду. Альф. Кто такой Азмодан? Ты меня с кем-то путаешь? Естественно, путаю. Не заставляй меня делать то, что было в самолёте. Овер, мать твою. Дэймонд пишет. Будешь ли играть в Майн, и ещё мне понравилось Планетери. Будешь выпускать подобное. В Майнкрафт хотел поиграть, но что-то не придумал нифига. Если буду, то только с модами, но это будет в будущем. По поводу Планетери, скорее всего, буду, может, даже в Супрайм Командер. Свиноматка интересуется. Дружище, формат вопрос-ответ однозначно удался. Жду продолжений. Вот оно, чувак. А в чём проблема с записью звука? Речь именно в техническом характере проблемы. Ты хочешь использовать ASIO в связке микрофон-преамп-звуковуха или потолок-конденсаторный USB-шечка со встроенным преампом типа Blue Yeti? Спасибо за отзыв, свиноматочка. По поводу звука я думал о такой связке, но в будущем у меня планы серьёзнее. И делать сейчас такую связку не имеет, наверное, смысла. Мне нужен крутой пульт для звука и также крутой пульт для видео. Я хочу сделать целую режиссёрскую приблудку, с помощью которой смогу вводить геймплей минимум с двух компов и управлять всеми звуковыми дорожками. Это для прямых трансляций. А сейчас не могу писать звук только из-за шумности компа. Да и преамп как таковой не нужен. Усилить всё это дело можно пультом, по крайней мере тем, что я заприметил. Вообще у меня идеи грандиозные, но всё упирается сами понимаете во что. Так что пока это мечты. Дашер. Как насчёт выбирать несколько комментов и отвечать в конце ролика на них? Такого не будет, потому что ролики, которые игровые, не нацелены на диалог. Они... это такой рассказ, где не должно быть привязки ко временному отрезку. То есть человеку должно быть одинаково интересно смотреть видео, как сразу после выхода, так и через год, когда он наткнётся на этот канал. Как сейчас? У тебя есть аппендицит? Нету. Ещё один вопрос от Романа Ермака. А вот интересно, зачем ты вообще этим занимаешься? В современном Ютубе нужно делать качественный универсальный контент. У тебя с качеством проблем нет, он достаточно специфический. Шуток про жопу нет, жажда наживы, желание иметь аудиторию, что-то ещё. То есть у меня контент не универсальный и специфический. Я бы так не сказал, мне кажется, он должен пройтись по душе любителям игр. Всем любителям. Если бы я мог выезжать на игровые выставки, я бы и новостями заморочился, но опять же это время. Аудитория разная, ты не поверишь, но на мой канал подсела пара коллег с телеканала, которым все эти игры по боку, но им понравилось. Шутки про жопу? Ты не угадал, чувак, смотри. Всё жопой чувствуем, всех в жопу посылаем. Все через жопу делаем дела. Как банный лист мы к жопе прилипаем, пока нас жизнь за жопу не взяла. Занавес, бля. Видишь, шутки про жопу имеются. Теперь о мотивации. Ну если была бы жажда наживы, я скорее всего сдулся бы нахер через год непрерывных телодвижений в сторону канала. Я довольно ленивая задница, мне интересен фидбэк. Мне интересно читать отзывы о моей работе. Интересно создавать историю из ничего. Я вообще раньше фильмы хотел снимать, но Джеймс Кэмерон, сука, опередил меня. Ну и что касается доходов, то я абсолютно не против, если в один прекрасный день я проснусь и пойму, что Ютуб вытеснил нафиг мою работу и стал основным источником доходов. Это даже развяжет руки, делать что-то сильное и сложное. Но пока для меня это хобби, к которому я отношусь очень серьёзно. Влад Бондарь. Видосы такого рода было бы интересно смотреть почаще. Какие планы на канал в целом, мысли, идеи? Возможно, что-то глобальное, чего мы не знаем. Если да, хотя бы намёк удачи в развитии. Спасибо. Планы у меня огромные, но чтобы не сглазить, так сказать, пока говорить не буду. Будем смотреть, как будет развиваться канал и уже думать, что делать и как быть. Но поверь мне, если я смогу воплотить все задумки в жизнь, вам понравится. Когда я буду морально и материально близок к решению моих планов, я расскажу об этом подробно. Бэйби Бум. Отличный канал, радуешь своим подходом, всё живо, лаконично и по делу. Очень приятно слышать хорошо поставленный голос. Уверен, если будешь так же продолжать, то всё будет круто у тебя. Надеюсь, ты не забросишь технические игры типа Фактория, Транспорт, Февер, Римворд и другие. В общем, сейчас всё безумно радует, даже никаких негативных сторон не вижу успеха и жду дальше твоего творчества. По скрипту. Какие игры ждёшь или в какие планируешь поиграть? Естественно, если не секрет. Спасибо за приятности, технические игры никогда не заброшу, я прусь от них не меньше вашего. Жду, пока только GTA 6, хоть её ещё и не анонсировали. Планирую сделать что-то по Seven Days To Die и проекту Zamboy. Есть пара нюансов, но думаю, после Watch Dogs 2 станет ясно, что и когда. Даниил Багровский. Недавно только узнал о тебе и удивился такой годноте. Всем друзьям рекомендую. Играешь только в лицензии или бывает, что не выдерживаешь и идёшь на абордаж? Вот за это просто огромное спасибо. Понимаете, друзья, только вы можете помочь каналу развиться и достичь чего-то. Вашими рекомендациями, другими словами, Сарафанное радио – лучшая реклама. Именно поэтому я прошу вас в конце многих роликов делиться ими с друзьями. Теперь по поводу пираток. Когда я был мелким и не имел дохода, да, я играл в пиратки. Но когда начал иметь собственные деньги, только лицензия. Никакого воровства. Объясняю, я немного знаком с программированием, в частности, с C++. Я изучал его какое-то время и понимаю, что такое писать код. А писать игры, друзья, это вообще самая сложная область в программировании, как по мне. Там только одной математики, просто жесть сколько. Эти ребята заслуживают то, что просят за свои игры. Это колоссальный труд, нужно это понимать. Хотя есть, конечно, игры, после выхода которых хочется подойти к программисту и сломать ему нахер пальцы. Но это отдельный случай, типа No Man's Sky. Сержио Лута. Походу не так прочитал, но вы поняли. Не понимаю, почему у тебя так мало подписчиков. Охренительный канал, чувак, делай рекламу. Я уже говорил об этом как раз в ролике, под который ты написал комментарий. Вкратце, на рекламу денег нет. Тихвин Плей. Не встречал на ютубе видео, после просмотра которых я чувствовал то, что чувствую сейчас. Наверное, это из-за того, что я видел себя в ролике, никогда не забуду. Я прочитал все твои комментарии, их дофига. Хотел попросить писать лаконичнее и стараться укладываться в один. Ибо выводить их всех на экран я не могу. По поводу Payday, пока в планах её нету, да и отношение разработчиков к игрокам меня не устраивает. В этой игре читеров больше, чем игроков. По крайней мере, когда я играл и желания опять заходить в неё отсутствует. Эрик Менделеев, спасибо за прекрасные видео. Смотрю с большим удовольствием. И спасибо за ответ. Вопрос мой следующий таков. Каковы характеристики твоего железа? Рад, что тебе нравятся видео. У меня железяки три. Одна моя, одна для жены и один ноут. Ноут я использую по работе, там всё средне. Аналог Ай-5 процессору, только МДшечка. Видюшка Родионовская, даже не помню какая. Короче, он не очень мощный, но там 8 гигов оперативки. У жены i7, 8 гигов оперативы и GTX 480. Пока тянет, не меняем. Винты там все SSD. У меня же двухпроцессорная мать, два ксионовых камня последнего поколения, 64 гига оперативы. И на данный момент стоит Родион видюшка, не топовая, но работает. А так, обычно там стоят две платы типа Quattro для работы с графикой. Все винты SSD, главный Raptor, высокоскоростной. Я в этом не особо понимаю, но винда стартуют где-то за минуту. Оставил я её последний раз год назад. Это быстро, поверьте мне, учитывая количество софта, которое подгружает систему при старте. Moonline спрашивает. Видео по Элите в дальнейшем планируется? Я отвечал в прошлом ролике на этот вопрос. Смотрите внимательней, пожалуйста. Александр Матюшенко, надеюсь, правильно прочитал. Римпак, не хочу тебя обидеть, но по моему мнению, транспорт февр пили. А то все хайпы проворонишь. Ну и плюс мы его ждём. Саня, никаких обид. Я всё понимаю, но, во-первых, я никогда не гонюсь за хайпом, ибо поспешишь людей насмешишь. А у меня каждый ролик, по сути своей, требует монтажа, озвучки, а главное – времени. И, во-вторых, как я и говорил в начале ролика, проблемки на работе – всё из-за них. Ну что, друзья, кажется, вопросов больше нет. Сразу хочу сказать спасибо всем тем, кто делится моими роликами. Именно вы продвигаете канал, поэтому ещё раз прошу всех, кому не всё равно, делитесь, рекомендуйте друзьям эти ролики. Игровые, конечно. Предвидя вопрос, какая игра на фоне, ответ вы найдёте в описании ролика. Ну и в завершении третьей части пообщаемся, не могу не сказать, что рубеж в 2000 подписчиков был преодолён. Что чертовски приятно, значит, я иду в правильном направлении. Спасибо всем, кому не всё равно. Отдельное спасибо жене моей. Если бы не она, её поддержка, канал бы давно уже был удалён. Отдельный респект летит Азмодан-Оверлорду, Саладину и Фосфальду. И, конечно, я буду рад ответить через неделю на ваши новые вопросы. Не стесняйтесь, задавайте их, а я пойду запилю для вас новый видосик. Покусички, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok